Ретро как предчувствие Ретро как предчувствие Алексея Васильев о двух Федорах Марлина Хуциева Журнал «Коммерсант» Номер 12 от 12 апреля 2019 года СТР 26 В московском иллюзионе продолжается масштабная ретроспектива Марлина Хуциева, собравшая не только все его фильмы, включая неизвестную версию заставы Ильича, главного фильма советской оттепели, но и работы его учителей и учеников На фоне такого разнообразия легко не заметить хорошо известную картину «Два Федора» первую самостоятельную работу Хуциева Но именно в этом фильме режиссер обрел собственный голос и изобрел стиль ретро в кино за несколько лет до его официального рождения Истории вроде этой любил конструировать Аль Мадавар в свои золотые годы когда на экране бушует мелодрама ревности но разыгрывают ее персонажи, негодные на роль супругов В двух Федорах ее сыграли солдат и беспризорник Они познакомились летом 1945 на украинском полустанке где притормозил поезд из Вены весь в гармонях, пилотках и орденах Беспризорника позорила баба за то, что увел у нее сладка лепешку Солдат, первая главная роль в кино Василия Шукшина заплатил за лепешку и взял с собой в вагон мальчишку просившего подбросить его через две станции Но через две он не слез, и через три тоже А когда на десятой наплел что-то про тетку, которая едет и, пряча слезы, побрел прочь по перрону Солдат сгреб его в охапку и повез к себе Фото – Одесская киностудия Вместе они отстраивали разбомбленный родной дом солдата Пацан варил ему борщ, носил в обеденный перерыв кашу Давился с бабами в очередях за сахаром Спал в обнимку, ругал Когда солдат потерял продовольственные талоны И больше всего ждал семи вечера Когда они бок о бок выйдут на пароменад Вместе они ходили в кино И мальчишка спокойно усаживался утром за парту Когда солдат провожал его до школы и говорил Что вечером за ним зайдет и они пойдут смотреть Аршин Малалан Так все и шло три года Пока не подросла красавица-девчонка Аистехан Дебют Тамары Семиной С которой пацан был в контрах Потому что таскал у нее с огорода яблоки И солдат не запал на нее на танцах Если до этого фокус фильма заключался в том Что мальчишка со всеми своими мальчишескими атрибутами Синяками, разбитыми коленями и грязной майкой на бретельках В то же время овладел всеми бытовыми ухватками заправской хозяйки И на равных с бабами рассуждал и голосил в продуктовом То отсюда фильм раскладывает веером все штампы мелодрамы 1950-х Все ее мизансцены и образы Только в картонную фигурку обманутой жены Вставил свою физиономию пацан Как крымские туристы вставляли свои лица в прорези Картонных русалок и нептунов Позируя местным фотографом Вот после первых танцев с аистихой Солдат воровато вылезает из супружеского ложа И идет от восторга Ходит на руках во двор Мальчишка выбегает на порог И застав его за этим делом Смотрит таким взглядом Что все внутри обрывается И голосом жены Которая поняла Что ее единственного Кого она звала этим именем Для нее больше нет Впервые так умоляюще и ненатурально выкрикивает Федор Вот первая размолвка В глубинной мезонсцене Солдат и пацан разведены спинами Друг к другу под тупым углом Солдат бросает свои реплики через спину Оттопырив ладонь Как положено раздосадованному мужу Эпохи дела было в Пинкове Из дальнего конца кадра Мальчишка Глотая обеду на среднем плане Уткнулся в посуду на столе Фото Одесская киностудия Вот разговор о том Чтобы привести Ае стиху в дом Пацан опять утыкается в быт Понуро идет заправлять кровать Но услышав Как солдат шурует ложкой в кастрюле Хватается за привычное Ты чего? Больше же холодный Давай я разогрею Двое вцепились в кастрюлю И когда мальчишка даст свое согласие Пусть живет Кастрюля падает из рук Кадру ходит в затемнение Обычно такое и доставалось Но он не Мордюкова И в двух Федорах Ее роль увел девятилетний мальчуган Принято считать Что Марлен Хуциев в своей первой единоличной постановке Самую первую Весну на Заречной улице Он осуществил совместно с Феликсом Миронером Это еще не совсем Хуциев Он здесь еще во власти традиционного кино Внимательно вглядываясь в конструкцию картины Убеждаешься Что это не так Штампами мелодрамы 1950-х он пользуется не по инерции А генерирует их совершенно сознательно Чтобы на контрасте с ними ярче заиграло Несоответствие белобрысого чумазого мальчуга На роль жены хозяйки К которой охладел муж Драматургический же фильм выстроен Как раз вопреки правившим тогда канонам Ближе к потоку времени Который станет главной чертой стиля Хуциева В 1960-х В заставе Ильича и июльском дожде Как герои тех еще не снятых лент Два Федора чаще показаны в праздности танцы Променады Кино Перекуры Валяние в постели Или в быту с его заданностью и неизменностью Здесь нет ударных разговорных сцен Монологов Раскрывающих души Реплики не движут сюжетом Они крутятся вокруг еды До киносеансов До талонов на еду А еще и поданы с тем малороким Небрежно торопливым говорком С которым в будущих десятилетиях Понесут свою ахинею персонажи Киры Муратовой Кстати, как и почти все фильмы Муратовой Два Федора был снят на Одесской киностудии Другая неточка ведет от этого фильма К более поздней работе Хуциева Про первые послевоенные дни был месяц май Обе картины буквально ломятся от песен и мелодий Перебивающих друг друга Правда, в мае Хуциев зашел еще дальше Вплетя фонограмму и современные мелодии Вплоть до новейших на момент создания картины В 1970-м хитов Долиды И этим на четверть века опередил Тарантино И, уж само собой, Ксави Долана В Федорах все пока еще строго привязано Ко времени прошел чуть не полсвета С другой такой не встретился Давно мы дома не были Цветет родная аель Одержим победу Домой я приеду на горячем боевом коне И в этой дискотеке сороковых Тоже есть свой правический момент Вкупе с афишами на стенах кинотеатров Каменным цветком Сказанием о земле и сибирской Подвигом разведчика С объявлениями по радио об отмене талонов 16 декабря 1947 года С фасонами тех лет С архитектурой горсадовских танцполов Этого созданная на экране хроника Послевоенной жизни По сути, становится первым случаем Предвестником ретро в кино Причем не только в советском И в Америке, где оно родилось А уж оттуда приехало к нам Фильмы Германа и Михалкова Оно имеет точную дату рождения 1971 год Когда вышел последний киносеанс Фото Одесская киностудия Оно, как и все в этом экстраординарном фильме Прием с песнями Хуцев использует многофункционально Когда вначале несется поезд под попури Из песен тех лет С одной стороны Это возвращает зрителей 1959 года Когда вышел фильм И собрал кассу В 20 миллионов проданных билетов На 14 лет назад Казалось бы, недавно Но между ними бездна войны и мира Позднестоленского удушья Холодной войны и оттепели Съезда КПСС С другой стороны Проигранные постой Разбравурные мелодии Выступают контрастом Роскошным волчьим глазам Шукшина В которых виден ужас Грядущего возвращения В опустевший дом И перепуганным Круглым глазкам Осиротевшего ребенка И когда уже в третий раз По кругу над этими Двумя неприкаянными Раздольно радостно Играет гармонист Это звучит как назойливая муха Тот же вальс возвращается Когда солдат чинит обувь Чтобы, как сверлом Долбить его воспоминания Матанцы с аистихой Первой же их брачной ночи Пацан мешает Ставя и ставя под дверью Молодоженов на патефон Пластинку с песней Утесова Про то, как солдат шел в атаку Не робел Горел на танковой броне Да не сгорел Не дающий уйти Воспоминания моего Именно его первая встреча С солдатом в том шумном Казавшимся в тот момент Таким назойливым Музыкальном хаосе победы Так же многофункциональная И сама задумка О множике жене В сегодняшнем зрителе Она способна отзываться Бездной интерпретации Альмадавар уже был упомянут Современно И идея суррогатной семьи Еще более универсально Расхожая психотерапевтическая идея О внутреннем ребенке Но важнее любых прочтений Что в конце Когда герои Сомкнутся в объятиях И посмотрят в камеру Глазами совершенно счастливых людей Поблекнут интерпретации Толпившиеся на протяжении Фильма в голове Как песни в прологе С поездом Конкретная история Двух людей Нашедших друг друга Оказывается сильнее Всяких обобщений В этом еще одна Великая сила и урок Выделяющий фильм Хуцева Среди потока лент 1950-х Тяготевших к выводу Обобщению и морали Частный небывалый случай Сделавшийся возможным силой Неодолимого чувства Притяжения двух людей Не знавших иных способов Да и не имевших возможности Осуществить это как-то иначе Чем разделившие совместные Быть супруги Таит в себе заряд Такой победоносной правды Которой поколены Арсеналы всяких книжных правд Кинотеатр Иллюзион 17 апреля 20.40 Вещества Редак Продолжение следует...